ну что сейчас у нас второй день карантина я нахожусь в кракове в польше буквально на этой неделе в конце этой недели объявили в стране карантин закрыты все рестораны бары кафе закрыты офисы магазины все кроме продуктовых то есть люди на выходных не могут сходить ни в кино не в театр ни в какие места где собирается много народу ходить по сути нельзя это конечно еще не контролируется там не знаю военными или полицией но государство надеется на осознательность граждан и то что они самоизолируются и будут находиться в карантине определенное время основная цель такого карантина это минимизация вообще контакта в людей между собой в общем я сам довольно активно мониторию тему коронавируса еще со своей поездки в азию еще с тех пор как вернулся из сингапура и пока все равно сижу дома решил записать это видео для того чтобы поделиться своими какими-то знаниями и полезными ссылками которые помогут вам для того чтобы вы оставались в курсе и получали актуальную информацию мне как-то интуитивно хочется сказать без паники ничего страшного для того чтобы как-то успокоить но как мне кажется что больше паники сеют как раз именно те люди те медийные личности блогеры которые говорят о панике о том что есть какая-то паника и призывают всех не паниковать по моему вот они как раз больше всего паники и вызывают связано это с тем что накануне карантина в некоторых странах были пустые полки в магазине то есть люди приходят магазин видят пустые полки и думают себе что наверное была какая-то паника люди ворвались в магазин на разгребли просто все продукты там не знаю гречку рис туалетную бумагу и призывают всех не паниковать и смеются над теми кто якобы паникует мое видение ситуации немного другое я в принципе каждый день перед карантином ездил какие-нибудь магазины покупал какие-нибудь продукты и еще ни разу не видел никакой толпы народу которые в панике загребают с полок что-либо люди просто решили перед карантином запастись какими-то продуктами и купили больше чем покупают обычно при этом люди абсолютно спокойно ходят по магазину ложат продукты в корзину идут на кассу расплачиваются и едут домой да действительно ближе к вечеру за несколько часов до закрытия магазина некоторые полки с некоторыми продуктами оказывается пустыми утром же доставляют новую партию и выкладывают на полки и в магазинах снова полно товаров поэтому никто не паникует просто люди покупают больше чем покупали до этого если честно то мне кажется что по крайней мере здесь в кракове из того что я видел люди вообще себя довольно адекватно ведут в этой ситуации многие действительно остаются дома они выходят на улицу некоторые выходят на улицу но стараются держаться на расстоянии то есть если кто-то вышел на пробежку просто бежит себе и ни с кем не контактирует и также люди перемещаются на автомобилях как известно в автомобиле меньше шансов распространить заразу либо же получить заразу извне в общем основная мысль в том что ничего страшного не происходит по крайней мере пока что это все превентивные меры для того чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса и давайте теперь поговорим о том насколько же все плохо что вообще такое коронавирус что это все означает и чего стоит ожидать просто из того что вижу я есть очень много противоречивой информации разные сми и блогеры говорят абсолютно разные вещи от того что все очень плохо и все человечество обречено до того что на самом деле никакого вируса не существует и все это просто маркетинг и чуть ли не владелец алиэкспресса это все придумал для того чтобы заработать на масках это все конечно же не правда потому что это какие-то крайности и на самом деле правда где-то посередине и давайте попробуем разобраться где же она и давайте немного отмотаем все назад немножко поговорим о базовых вещах если к примеру этим не интересовались и не знаете как это работает то на самом деле инфекционные заболевания в организме человека вызывают две вещи это вирусы и бактерии между ними есть принципиальная разница бактерии это клеточные организмы которые могут размножаться вне организма человека просто простым делением просто простым делением да именно так вирусы же в свою очередь это не клеточная форма жизни и если честно то даже иногда спорят насчет того живы они или нет но это такие соединения которые могут проникать в клетку и размножаться могут только в организме человека вне организма человека они не размножаются как правило очень быстро там в течение нескольких часов погибают так вот говоря об этих двух формах жизни, бактериях и вирусах, нужно сказать, что медицина успешно борется с бактериями при помощи антибиотиков. Там, конечно, есть свои проблемы с тем, что бактерии мутируют и не все антибиотики могут справиться с супер бактерией, которая может появиться в ближайшем будущем, но это вообще отдельная тема, нас это не интересует, нас интересуют вирусы. Так вот, от вируса эффективного лечения просто нет. Есть определенные противовирусные препараты, но они, как правило, не приводят к желаемому результату, потому что медицине пока неизвестны такие средства, которые могли бы убить вирус внутри организма человека. Вирусы, которые проникают в организм человека, вызывают определенные заболевания, такие, например, как пневмония, что и делает вот этот вот COVID-19. И вот здесь первый и очень важный момент, который нужно понимать. Можно пытаться лечить те заболевания, которые были вызваны вирусом, например, пневмонию, но при этом сам вирус лечению не поддается. Единственным действенным оружием против вируса, который уже проник в тело человека, является иммунитет этого человека. Иммунитет человека распознает вот этот вот вирус, как зловредные микроорганизмы, которые проникли в тело человека и начинают вырабатывать антитела, которые с ними борются. На выработку вот таких вот антител и победу над вирусной инфекцией уходит до 7 дней. Поэтому, собственно, люди и болеют вирусными инфекциями, такими как грипп, около 7 дней. Поэтому защитить ваше здоровье и жизнь во время этой эпидемии вам помогут две вещи. Первое, это просто попытаться предотвратить заражение. То есть, обязательно, часто и не менее 20 секунд мыть руки. Мыть их нужно не каждые полчаса, не каждые 15 минут, а каждый раз, когда вы возвращаетесь домой, когда вы находились в каком-то публичном месте и, возможно, трогали какие-то поверхности, которые мог трогать другой человек. Если же вы находитесь дома на карантине, то есть смысл мыть руки в обычной ситуации, когда вы их моете, там, не знаю, после посещения туалета, после того, как вынесли мусор. Ну и, возможно, добавить пару профилактических подходов к умывальнику перед тем, как вы принимаете пищу или просто там дополнительных несколько раз в день. Также рекомендуется пить довольно много жидкости, но на самом деле я не буду вам рассказывать все рекомендации. Я лучше оставлю ссылки в описании, где об этом можно будет подробно прочитать. Поскольку я не врач и пересказывать то, что говорят специалисты не имеет смысла, лучше сразу почитать то, что говорят эти специалисты. Что касается иммунитета, сейчас уже нет смысла бежать в аптеку, покупать инхиноцею, пить ее какими-то огромными дозами. Таким образом иммунитет как бы не повысишь. На прочность вашего иммунитета влияет вообще ваш образ жизни. Это здоровое питание, занятие спортом, отсутствие употребления алкоголя и никотина. Такие вещи. Поэтому просто стоит над этим задуматься и принять, возможно, какие-то решения в своей жизни, которые уже сейчас конечно экстренно не поправишь, но на будущее. Теперь по поводу самого коронавируса. То есть это название как бы и правильное и неправильное одновременно. Просто его проще произносить, чем официальное название COVID-2019. Но на самом деле коронавирус это семейство вирусов. Там около 40 разных видов. Получил он такое название, потому что сам вирус по структуре имеет определенные отростки, которые напоминают солнечную корону. Поэтому он называется коронавирус. Точнее семейство вирусов называется коронавирус. Просто недавно кто-то из моих бывших сокурсников постил видео о том, что человек недоумевал, как это так коронавирус, новый вирус, неизвестный человечеству. Когда вот в учебнике по биологии, там за 11 год, есть вот отдельный раздел коронавирус. Это семейство. И таких уже вирусов известно человечеству около 40, и вот этот вид, который появился в Китае, в городе Ухань, это новый вид семейства коронавируса. Поэтому его официальное название COVID-2019, коронавирус это общее название для многих вирусов. Ну, оно сейчас более принято в СМИ, и вообще все называют его коронавирус. Поэтому, чтобы не было каких-то непоняток здесь, это не новое семейство вирусов. Оно действительно известно человечеству уже довольно давно. Но вот этот конкретный вид, он новый, он появился буквально там в декабре, может чуть раньше прошлого года, и вот сейчас бушует практически уже по всему миру. Теперь насчет той информации, которой можно доверять. Не стоит верить на все 100% СМИ, не нужно верить на 100% разным блогерам. Мне тоже доверять не стоит на 100%. Все проверяйте из каких-то более-менее официальных источников. Я оставлю ссылки в описании на вот такую страницу со статистикой. Это официальная статистика, она довольно часто обновляется. Здесь мы видим общее количество людей, которые заболели. Есть вот зелененьким выделено количество людей, которые уже выздоровели. В принципе, это почти 50%, что довольно хорошо. И также есть подтвержденное число количества смертей от текущего вируса. И на самом деле в процентном соотношении это довольно невысокий показатель смертности. Буквально 3-4%. Это, конечно, выше, чем у того же гриппа. Там где-то около 1% или что-то около того. И действительно, если у вас все нормально со здоровьем и вы молоды, то даже если вас заразят этим вирусом, бояться не стоит. Очень большой шанс просто пройти 7-дневный период и вылечиться, и выработать иммунитет к нему. Но тем не менее, хоть эти относительные числа по показателю смертности и небольшие, их часто там сравнивают с показателями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И говорят, что вот смотрите, вот это люди погибают вот такими цифрами, а вот здесь настолько немного. Почему мы там ни о чем не говорим, а здесь бьем тревогу. Нужно понимать, что есть такой показатель, как заразность. Сердечно-сосудистые заболевания, они передаются просто через контакт, через рукопожатие или там, не знаю, через поцелуй. Для этого нужно довольно долго работать и доводить свой организм до определенного состояния, чтобы у вас были проблемы с сердцем. Ну или это просто приходит с возрастом. Здесь же все происходит моментально. То есть вы пожали руку человеку, который просто кашлянул в нее или чихнул, и все, потерли глаз, и считайте, что у вас уже есть этот вирус. И вот эта заразность, она и есть основным фактором, почему сейчас все государства и организации здравоохранения всемирно, они бьют тревогу, закрывают границы для того, чтобы не допустить распространение этого вируса на всю планету, на всех жителей нашей планеты. Потому что 3-4% от нескольких тысяч людей, это небольшое число, но если взять 3-4% от 8 миллиардов людей, то вы сами понимаете, что это катастрофические цифры. В общем, официальные числа смотрим на вот этом сайте. Как я говорил, он довольно часто обновляется, и там действительно актуальная информация. Что касается каких-то мер, которые предпринимаются в мире и каких-то рекомендаций, то читайте все на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения. Это специальная организация, которая занимается этим вопросом. Там работают множество специалистов, которые не новые в этом деле, которые являются сертифицированными специалистами. В отличие от нас, блогеров и даже некоторых представителей СМИ, которые просто, не знаю, раздувают новости. Бывает иногда новость написана об одном, а заголовок вообще настолько кричащий и чуть ли не говорит что-то другое для того, чтобы просто завлечь читателя. Поэтому не верим СМИ, не верим блогерам, читаем официальные статьи на сайте Всемирной организации здравоохранения. И, конечно же, прислушаемся к тому, что говорят правительства ваших стран или стран, там, где вы живете. В моем случае это Польша. В данном случае очень многие страны вводят карантин, просят оставаться дома. Лишний раз не выходить из дома, если нет особой необходимости. Если вы во все это не верите и считаете, что все это всемирный заговор и обман, то вы, конечно же, можете идти гулять и контактировать с другими людьми. Но просто подумайте о том, что если вдруг, вдруг маленькая вероятность, но окажется, что это все правда и вы заболеете, то куда вы будете обращаться? Не к тому ли государству, которое просило вас по возможности не выходить из дома и не контактировать с другими людьми. Просто подумайте об этом. Теперь, что касается путешествий. Конечно же, вот в этой ситуации, в которой сейчас находится весь мир, по крайней мере, ближайший какой-то месяц, путешествовать будет затруднительно. Ну, то есть, если вам очень нужно, то вы, конечно, скорее всего сможете найти какой-то билет и куда-то улететь. Все зависит от того, из какой страны вы вылетаете и куда. Но, наверное, без особой необходимости этого делать тоже не стоит, потому что сейчас все очень быстро меняется. Еще на прошлой неделе в начале в Польше только рекомендовали закрыть школы и детские садики, говорили, что это такие превентивные меры. И уже к концу недели вдруг оказалось, что закрывается абсолютно все, все офисы, все магазины, все кинотеатры, и театры, и всех просят оставаться дома. То есть, буквально вот за неделю, даже там не неделя, а 4-5 дней, все очень быстро развивалось и все очень быстро дошло до вот таких вот ситуаций. И многие страны Европы, в принципе, закрыли границы какие-то полностью, какие-то частично. Кто знает, что может произойти в этой поездке, которую вы запланировали. Даже если ваш рейс не отменили, и вы в теории можете полететь куда-то, нет никаких гарантий, что там за неделю пребывания, в этой стране не произойдет что-то, что заставит правительство просто закрыть границы, и вы просто не сможете выехать. Думаю, мало кто хотел бы оказаться в такой ситуации. Поэтому на ближайший месяц, как минимум, мне кажется, это может, конечно, затянуться и на дольше. Путешествия сейчас отменяются. Поэтому пока находимся на карантине, просто смотрим видео на каналах любимых тревел-блогеров. У меня на канале тоже хватает тревел-видео, поэтому можете посмотреть что-нибудь, что интересует вас. Я буду стараться следить за ситуацией, за развитием ситуации. Не знаю, будут ли еще видео о коронавирусе на этом канале. Я не хотел бы превращать этот канал в канал про коронавирус, но это реальность, в которой мы живем, и сейчас мы находимся на карантине, и поэтому кто знает, что будет. Во всяком случае, теперь у меня есть чуть больше времени для того, чтобы снимать новых контент. Отпали необходимости ездить в супермаркет и ходить в тренажерный зал и ездить в офис. Поэтому после рабочего дня я могу заниматься съемкой видео и монтажом. В любом случае, всем желаю крепкого здоровья, мойте руки и не болейте, и увидимся с вами в следующем видео. Пока!